Новое реанимационное отделение вскоре появится в еврейской больнице. Работы с мая этого года уже ведутся в главном корпусе. Здесь уже сделали новую стяжку, проводят коммуникации и готовятся монтировать настенные специальные медицинские панели, чтобы обеспечить санитарные нормы для реанимации. Специалисты говорят, что порой сталкиваются с проблемами, ведь зданию более 100 лет. Трудности появляются, когда мы начинаем вскрывать. Когда мы вскрыли полы, пришлось снести полностью все полы первого этажа до земли, засыпать и вылить новые полы. Потому что лаги, на которых было устроено, они все сгнили за давностью лет. Наслоений на стенах тоже огромное количество. Где-то приходится срубовать, где-то приходится укреплять и зашивать медицинскими панелями. Спецпанели стен, окна, полы и потолки будут моющимися. Также в корпусе проведут интернет. Продолжаются и кровельные работы. Они выполнены наполовину. А вот на ремонт фасада в рамках реставрации денег пока нет. Но главное, что внутри, говорят медики, и уверяют, что после ремонта здесь будет самая мощная реанимация в городе. В реанимации будет закупаться наркозно-дыхательное оборудование, следящее оборудование, современные мониторы, дыхательные аппараты, наркозно-дыхательные аппараты, современная мебель, современные функциональные кровати, что немаловажно для больных, находящихся в отделении реанимации. Отделение реанимации будет рассчитано на 15 коек. Надо сказать, что самая мощная реанимация будет в нашем городе. Как только закончится ремонт в реанимации, приступят к другим отделениям. Всего на ремонт главного корпуса еврейской больнице выделено 300 миллионов гривен. Завершить работы планируют в конце года. Продолжение следует... Продолжение следует...